Доброе утро, уважаемые трейдеры. Приветствую вас в начале очередной торговой сессии. Сегодня у нас вторник, завтра среда и, соответственно, важнейшие события этой недели – протоколы последнего заседания Федеральной резервной системы, где мы будем искать очередные намеки на то, что же может произойти с американской монетарной политикой в перспективе ближайших месяцев. Ну, собственно, о протоколах ФРС мы с вами подробнее поговорим в ходе завтрашнего брифинга, поскольку у нас сегодня нужно торговать еще локальную торговую сессию и посмотреть на те отчеты, которые сейчас значатся на повестке торговой сессии. Огромное всем спасибо за посещение вчерашнего вебинара «Правильный понедельник». Надеюсь, что за отсутствие в рамках недели образовавшийся информационный пробел мы вчера его запомнили. Если остались какие-то вопросы недоразрешенными, незакрытыми, напоминаю то, что у нас по-прежнему действуют широкие коммуникационные возможности – это общение через канал на YouTube и форума «Маркетс», где есть специальная аналитическая ветка. Уверен то, что, скажем, та тема, которая вас интересует, ее можно будет там легко раскрыть, и вы получите непременно ответ не только от меня, но и тех трейдеров, которые присутствуют на форуме и готовы поддержать подобного рода тематику. Поэтому пользуйтесь такими локальными возможностями, и если есть необходимость что-то узнать в моменте, это может быть даже быстрее, чем дожидаться очередного брифинга, ну, либо вебинара, где мы можем пообщаться в прямом эфире. Отдельный привет тем, кто сейчас находится через перископ в прямом эфире, те, кто не смог присутствовать, скажем, на прямой линии. Будет доступна запись буквально после того, как мы проведем сегодняшний брифинг. Ну, а теперь давайте переходить к нашему традиционному фундаментальному анализу, продолжаем цепочку сводок новостей, преемственности макроэкономического фонда, продолжаем копить поводы для возможности реализации тех инвестиционных идей, которые мы поставили, ищем дополнительную поддержку к этим идеям, стараемся найти более приемлемые уровни и стараемся в целом быть в курсе всего, что происходит на рынке, потому что для фундаменталистов это очень важно. Начнем мы сегодня, как и всегда, с динамики черного золота и бренда, в частности, актуальные котировки. Мы видим 37.51, допускаю, что за последние несколько минут бренд еще немного просел, потому что сегодня с азиатской торговой сессии распродажи возобновились, в целом этот актив ослабеет, снижается. И главная причина, если вы не копались, опять же, в сводках СМИ, ничего страшного, главная причина заключается в том, что на рынке нарастает скептицизм, связанный с тем, что стороны вряд ли договорятся на встрече, которая пройдет в Удохе, в катере 17 апреля. Это важнейшее событие для рынка черного золота, потому что все без исключения понимают, что если ближний восточный картель, ОПЕК, Россия и прочие страны, которые будут присутствовать на этой встрече, смогут договориться о формировании как бы общего знаменателя базиса для слома негативного тренда через заморозку объема производства, либо снижение. В идеале как раз тогда у бренда появится возможность для возобновления роста, в противном случае у нас будет серьезный негативный момент, долгосрочный, уверен, без исключения, это долгосрочный фактор разгрузки, который способен будет отправить бренд к очень мрачным, буквально донным уровням, которые сейчас находятся на отметке 30 долларов за баррель, а там может быть и еще ниже. Сейчас, почему трейдеры так резко позволили изменить собственное настроение? Это связано с тем, что на прошлой неделе мы обсуждали, но, к сожалению, у нас не было с вами возможности обсудить, но это сделаем сейчас. На прошлой неделе было очень много комментариев как со стороны Саудовской Аравии, так и со стороны Ирана. И, в частности, Саудовская Аравия сообщила о том, что не будут поддерживать инициативу, которая касается заморозки объема производства, при условии, что если Иран не сделает подобных же действий. То есть аналогичных поступков Саудовская Аравия ждет со стороны других производителей. И если позиция не будет солидарной, тогда подобного решения не последует и со стороны, соответственно, Саудовской Аравии. Иран также в воскресенье в это отметился, и мы продолжаем обсуждать эту тему, хотя мы знали об этом еще давно, то, что объемы производства будут продолжать нарастать. И этот рост продолжится до тех пор, пока Иран не наберется до санкционных значений, которые были завершены в 2012 году. И это значение составляет 4 миллиона баррель, это как минимум. Сейчас актуальные, скажем, объемы по выработке 3 с небольшим. То есть есть еще пространство для задействования свободных производственных мощностей и есть еще, что увеличивать в плане объемов. Поэтому мы тут же делаем ставку, исходя из такой позиции Ирана на то, что выработка в рамках ОПЕК продолжит увеличиваться. И если мы вчера с вами говорили о том, что даже по источнику Reuters истинные объемы составляют уже практически 33,5 миллиона баррелей. Ну, в принципе, даже официальная позиция, признанная позиция ОПЕК, это 33 с небольшим. Это очень много, это гораздо выше квот, это гораздо больше, чем нефти нужно мировой экономике. Даже если мы, допустим, возможности локального восстановления глобального характера, если Китай оклемается и потащит в плане восстановления с собой другие площадки, нефти все равно будет очень много, чем, скажем, требуется регионам, которые нуждаются в этом сырьевом активе. Для того, чтобы, скажем, съесть 33 миллиона баррелей нефти, нужно, чтобы мировая экономика росла больше, чем на 2,5%. Ну, о таком росте пока сейчас речи и быть не может. Поэтому мы ждем заседания 17 апреля. Если так на рынок сейчас активно влияют комментарии Саудовской Аравии и Ирана, мы должны понимать, что стоит только на площадках появиться позитивным формулировкам, либо каким-то положительным ожиданием того, что будут предприняты все возможные усилия, чтобы найти эту договоренность, то есть прийти к этой договоренности, тогда бренд очень быстро развернется и покажет неплохой локальный рост. Поэтому, как и говорил вчера, у нас еще до заседания 17 апреля две недели, полноценные две недели. Поэтому я краткосрочно продолжаю делать ставку на то, что бренд может легко оказаться, учитывая, как динамично он ходит даже в рамках одной торговой сессии, выше 40 долларов за баррель. Поэтому, если вы относите себя к категории краткосрочных трейдеров, сейчас нужно быть крайне внимательным, прежде чем занимать короткие позиции. Но эта логика не действует для долгосрочных трейдеров, которым я по-прежнему рекомендую сохранять короткие сделки, потому что они сейчас максимально оправданы, особенно оправданы до тех пор, пока у нас нет фактического решения от ОПЕКа. Что касается России, также выписала себе цифру, хочу ее вам озвучить, то, что в России нефть также продолжает увеличивать с точки зрения производства. Мы все это время говорили о ОПЕК, говорили о Соединенных Штатах Америки, когда-то мы касались теми по выработке России, но сейчас очень важно понимать то, что производится больше 10,9 миллионов баррелей нефти в сутки. Чтобы вы понимали, это максимальный уровень, больше, чем даже во времена Советского Союза. Сейчас уверен, что эта планка будет увеличиваться по производству, потому что вы знаете, что, к сожалению, российским монетарным властям с точки зрения формирования показателей достаточности федерального бюджета не осталось ничего другого, кроме как снова увеличивать фискальную нагрузку на нефтегазовый сектор. Ну, может быть, там было много критики в связи с этим. Поэтому решили увеличить налоговую базу для нефтяников. Чтобы была возможность увеличить налоговую базу, нужно увеличивать объемы производства. Поэтому есть риски того, что дополнительные объемы со стороны России будут выступать негативным фактором для нефти, и, соответственно, Россия как бы провоцирует возможность еще большего ослабления. С другой стороны, мы понимаем то, что благополучие российской экономики зависит только от более высоких цен на нефть. В общем, в этом такой локальный парадокс, но ничего с этим не поделаешь. Российская валюта 68,73 без изменений. Ослабление нефти тащит с собой и курса российского валютного актива. Вчера основное даже снижение по бренду ближе к концу торговой сессии уже случилось после закрытия российского фондового рынка. Поэтому мы полагаем, что сегодня стоит ожидать возобновления давления на курс национального валютного актива против основных конкурентов доллара и евро. Но если я уже каткосрочно сделал ставку на ожидание вероятного спекулятивного роста бренда, если только новостной фонд будет этому способствовать, тогда и рубль также еще может показать свой характер в каткосрочном формате и укрепиться вплоть до отметки 68, может быть 67 с половиной. В общем, каткосрочно я пока не хочу уводить вас с идей, которые допускают возможность все-таки револьвации курса российского валютного актива. Долгосрочная идея, так же как и по бренду, к сожалению, мрачный, пессимистичный. Если ожидаем по нефти серьезное ослабление по рублю, в целом я хочу, чтобы вы понимали и были в курсе моей позиции, я не исключаю снова возвращение пары USDRAP в район 80, а может быть даже еще и выше. Сегодня в 16.00 по московскому времени выйдут данные по индексу потребительских цен в России. Завтра мы вернемся к отчету по инфляции. В российской экономике полагаю, что эта статистика может возыметь локальное влияние на курс национального валютного актива. Но учитывая то, что в последнее время мы все-таки видим уже возобновление пресса на курс рубля, наверное, это сказалось и на динамике индекса потребительских цен. Конечно же, в сторону повышения. Рост индекса потребительских цен, это дополнительное давление на активности потребителей и еще один негативный фактор для российской экономики и, соответственно, той валюты, которая за ней стоит, то есть для рубля. Далее идем. Европейская валюта против доллара. Актуальные котировки 1.1379. В целом, вчерашняя торговая сессия оказалась распродажной для главного валютного риска. Доллар отбил несколько пунктов, но снижение было незначительным. Причины разрузки нужно снова искать в национальном фундаменте по еврозоне. И вы помните, что я вчера сказал то, что сейчас евро, по сути, плюет на статистику, да и на все, что сейчас касается национального макроэкономического фона еврозоны. Это действительно так. Но наша задача не игнорировать этот новостной фон. Наша задача копить эти отчеты, потому что придет время, когда мы их сложим единым форматом и используем в качестве убедительной позиции того, как действовать по главному валютному риску на долгосрок. Ну, в целом, вы понимаете то, что все те отчеты, которые мы анализировали с вами на протяжении последних нескольких месяцев, на протяжении последнего полугода, может быть, даже больше, это исключительно плохая статистика, которая создает возможности для распродаж евро. Но евро пока немного, скажем, отрешена от реальности. И ту тенденцию, которую мы наблюдаем из недели в неделю, она пока не позволяет нам сосредоточиться на распродажах, соответственно, евро против доллара. Если вернуться к вчерашнему макроэкономическому фону. Вчера вышли данные по индексу цен производителей в рамках еврозоны. Отчет плохой. В целом, по цифрам, минус 0,7 в месячном выражении против прогноза минус 0,6%. То есть, хуже ожиданий. Что касается годового индикатора, минус 4,2. Соответственно, в годовом выражении с прошлого снижение на минус 3%. Напоминаю то, что индекс цен производителей – это один из компонентов индекса потребительских цен. То есть, той самой проблемы, то есть, низкой инфляции, которая является ключевой для всего валютного блока. И если мы видим то, что статистика, которая предваряет будущие показатели по инфляции, указывает на возможный спад, значит, мы снова говорим о рисках дефляции. И это полномерно выводит нас на предположение, а не стоит ли Европейскому Центральному Банку задумываться о возможности каких-то дополнительных действий для того, чтобы простимулировать экономический рост и попытаться решить эту проблему с низкой потребительской активностью. На мой взгляд, это актуальные вопросы, особенно после комментариев ведущего экономиста Европейского Центрального Банка Питера Прата на прошлой неделе о том, что ЕЦБ задумывается о возможности еще одного снижения процентной ставки. Но задумывается о снижении, снижает процентную ставку, расширяет программу QE. Мы все это слышим буквально каждую неделю. Мы знаем то, что это серьезный риск для валюты через расширение баланса Центрального Банка. Ну разве евро реагирует? Нет, евро продолжает расти. Поэтому сейчас полагаю, что нам нужно быть, может быть, даже более адаптивным, чем ФРС в отношении национальной экономики, и уж тем более Джанет Йеллен в отношении статистики. И касательно евро, сделать все-таки такой реверанс в пользу вот этого роста. Если уж евро так хочет активно задрать собственные позиции выше текущих уровней, наверное, нужно позволить это сделать. Тем более, что мы все уже в глубине души понимаем, что евро стремится к какому-то сакральному для себя рубежу, который для многих пока не очевиден. Но даже для меня он не очевиден. Но я считаю то, что, как я отметил вчера, это где-то в диапазоне 1.15-1.18. И до тех пор, пока европейский валютный актив не доберется до этих значений, мы с вами не сможем уже целенаправленно собраться с силами и поставить на то самое ожидаемое ослабление главного валютного риска, которое нам хочется видеть. Поэтому краткосрочно по евро я снова ставлю на рост и считаю то, что в ближайшее время мы сможем вместе с евро оказаться выше планки 1.15. И на статистику, к сожалению, пока не обращаем никакого внимания, потому что на нее не обращает внимание сам актив, который стоит за еврозоной. Далее идем. Доллар японская иена. Видим то, что американец активно сдает позиции японскому конкуренту, а иена как раз использует максимум возможности от локального новостного фона. Причина распродаж доллара – это по-прежнему резонирующий эффект от заседания и пресс-конференции Джанет Йеллин, которая состоялась на прошлой неделе в Нью-Йорке. Джанет Йеллин, к сожалению, поставила крест на перспективах повышения ставки в апреле. Мы настраивались на то, что что-то может случиться в ходе ближайшего заседания. Но, соответственно, председатель ФРС ясно дал понять, что такие ожидания пока, скажем, питать не стоит. Ну, если так, тогда давайте все-таки послушаем такую позицию. Если нет оснований надеяться на какие-то сюрпризы, значит, не будем надеяться. То есть, пока оснований для роста американца локально нет, но это только с точки зрения официальной позиции американского регулятора. При этом мы понимаем то, что объективно предпосылки, их можно найти. Особенно после того новостного макроэкономического фона, который у нас был в прошлую пятницу. Целый блок статистики по индексу разгона показателей инфляции. В целом, количество новых рабочих мест внести с хозяйственного сектора, статистика по динамике в сфере услуг и рост заработных плат. Везде хорошие цифры. Может быть, эта статистика сможет убедить Джанет Хеллин вот в ближайшее время тогда. И она изменит собственному позиционированию и признает то, что экономика готова к повышению процентной ставки. Но пока рынок реагирует на ее сверхмягкие комментарии и в качестве реакции совершенно очевидно снижение индекса доллара, который в этом году в первом квартале показал самый худший результат с 2008 года. Мы видим, как снижаются доходности американских трежерис, что также не поддерживает американца. И да, мы обращаем внимание на комментарии представителей ФРС, особенно голосующих членов. Вот, в частности, вчера комментарий Розенгрена, который указывает на возможность повышения процентной ставки в ближайшее время. В частности, его прямая формулировка, то, что к повышению ставки нужно переходить уже как можно быстрее. И лично он крайне удивлен текущей расстановкой сил по ведению через фьючерные контракты о том, что рынок допускает только максимум одно повышение процентной ставки в этом году. Напоминаю то, что Розенгрен является голосующим членом. И мы подобные позиции слышали неоднократно со стороны и других высопоставленных чиновников. Но Джанет Хеллин имеет другую позицию. То есть, нет единства в рамках ФРС, и это немного бесит. Я надеюсь, что статистика все-таки сможет переубедить Джанет Хеллин, потому что уже никто не сомневается практически из ее ближайшего окружения в том, что экономика готова к тому, чтобы неплохо противостоять глобальным угрозам и, соответственно, тем рискам, если они есть на внутреннем рынке, которые, на мой взгляд, не так уж и актуальны сейчас. Особенно после, опять же, последних макроэкономических данных. В рост доллара сейчас, наверное, верят только фанатики. Но, признаюсь, я отношусь к таким фанатикам. Я верю в то, что американская валюта против YEN, уж тем более, должна оказаться гораздо выше текущих значений. Поэтому я все-таки предлагаю несколько сменить наш такой долгосрочный позиционный подход на возможность залезть в этот дуэт валютных активов как можно раньше. Не дожидаться отметки 115. Я предлагаю подвинуть отложенный ордер к уровню 112. И если пара коснется этой отметки, вот оттуда уже будем подбирать американцы против YEN с прежней цели, которая сейчас маячит на отметке 120, а потом, может быть, еще выше. Но и с точки зрения техники я также допускаю тот факт, что если USDYEN продолжит снижение и умудрится оказаться ниже 110-60, тогда будет возможность увидеть еще более низкие ценовые значения. Если хотите рискнуть как осочно, дождитесь тестирования этой поддержки и поставьте на еще локальное ослабление. Но если не хотите рисковать, тогда ждите вместе со мной движение пары к уровню 112 и уже оттуда покупайте против японца. Тем более, что в отношении, опять же, японской валюты у нас есть ожидание того, что Банк Японии может перейти к дополнительным мерам экономического стимулирования до летних выборов в Верхнюю Палату парламента. Если эти меры будут анонсированы, тогда ослабление не заставит себя долго ждать. Фунт против доллара. 1,4248 сейчас на экранах. Вчерашняя торговая сессия оказалась неплохой для фунта. За поддержку оказал национальный фундамент. Вы помните, что позапрошлом месяце мы с вами констатировали слабость в деловой активности по индексам строительного сектора, сектора услуг и промышленного сектора. Сейчас рынок вроде бы как нормализовался для Британии. Но это пока предварительные выводы, которые я могу сделать по вчерашнему отчету по строительному сектору. В частности, индекс активности в строительном секторе 54,2 полностью совпал с прогнозным ожиданием. Это хорошая цифра, тем более, что пограничным рубежом является планка 50. А сегодня мы продолжаем следить за статистикой. В 11.30, буквально через полтора часа, будет опубликован начет деловой активности в сфере услуг. А вот это уже очень крутой макроэкономический риск, который нельзя упустить тем, кто делает ставку на трейдинг по фунту. Потому что сфера услуг, если вы помните, генерирует больше 90%, ну 88, по-моему, если быть точным, всего экономического роста. Если сегодня по сфере услуг мы увидим такой же позитив, как в строительном секторе, тогда фунт сможет продолжить восходящее ралли. И если актуальны котировки 1,42-48, умудрится закрепиться даже выше 1,43. Но если статистика будет плохой, я с большей долей вероятности полагаю, что именно так оно и будет, значит, мы пойдем ниже и приблизимся к нашей поддержке, которая находится на отметке 1,40. И не забывайте также про риски бревиста, которые являются актуальными для этого актива. Мой ориентир остается прежним. 1,40 я визуализирую, я верю в то, что пара пробьет этот уровень в самое ближайшее время. По австралийцу еще актуальный новостной фон. Буквально несколько часов назад была опубликована ставка. Она осталась неизменной. 2% локальная реакция роста. Ну, не снизили это хорошо, конечно же. Пара смогла подняться практически до отметки 76,30. Но потом последовала уже коррекция. И мы, я полагаю даже, что эта коррекция продолжится и дальше. А знаете почему? Потому что председатель резервного банка Австралии дал понять после конференции, что курс австралийца по-прежнему очень высок. Точно такая же формулировка, которая была обозначена вчера в ходе выступления Джордана, председателем Национального банка Швейцарии. Который отметил, что в рамках Швейцарии по-прежнему будут актуальными отрицательные процентные ставки, сверхнизкие. Возможность актуально валютных интервенций. И если, скажем, евро все-таки начнет слабеть, тогда мы эти интервенции получим в буквальном смысле на блюдечке. Им нужно готовиться, поэтому по USDC, несмотря на то, что пара сейчас торгуется на отметке 0.96, скажем так, 400 пунктов до паритета. Если кто-то еще не в расположении этого дуэта валютных активов, задумайтесь. Я уверяю вас, это прекрасная сделка, которая может выстрелить в ближайшее время. Паритет это будет только начальным уровнем для нашей цели. По австралийцу ждем снижения. Как я и ставил на коррекцию, так и продолжаю ставить. Ближайшая цель 0.70. Новозеландская валюта против доллара 0.6793. Активные распродажи, которые идут уже второй день. И уверен, что эти распродажи только продолжатся. USDCAD 1.3099, ослабление нефти. Тут же сказалось на динамике канадца, который позабыл о позитивном макроэкономическом фоне. Осознал то, что так же, как и для рубля, поделяющим является нефть. И если актив уже в долгосрочной перспективе продолжит снижаться, тогда мы очень быстро наверстаем прежние уровни по паре USDCAD 1.35 и снова 1.40. Из важных отчетов сегодняшнего дня стоит обратить внимание на отчет по инфляции в России. В 16.00 в 16.45 индекс деловой активности в сфере услуг. Сначала маркет, потом спустя 15 минут. Такой же индикатор только уже по версии ISM. Это по США. Статистика очень важная, поскольку сфера услуг, тем более для развитой экономики. И если данные окажутся хорошими, тогда, разумеется, и доллар сможет их дисконтировать в собственную стоимость. Ну, по крайней мере, обязаны это сделать. И под закрытие сегодняшней торговой сессии в 23.30 отчет API по запасам нефти США. Снижение запасов, логично, будет провоцировать возможное, соответственно, ослабление этого актива. Но если, точнее, рост запасов, который мы наблюдаем в последние недели. Но если быть уж совсем точными, я считаю то, что сейчас рынок, как я отмечал в ходе вчерашнего брифинга, больше сфокусирован на новостном фоне по факту предстоящей встречи в ДОХе. И этот новостной фон будет определяющим на предстоящие две недели. Ждем все-таки позитивных комментариев и ждем как косочного бычьего ралли с возможностью ухода бренда до отметки 41 доллар за баррель. На этом все. Если есть вопросы, как всегда, канал на YouTube и форума Markets к вашим услугам. Отвечу на каждый из них. Большое спасибо за внимание и увидимся в ходе завтрашнего брифинга. Всего доброго, до свидания и прекрасной, удачной вам торговой сессии. Продолжение следует...